Уйти на пенсию теперь можно, не выходя из дома, а через сайт пенсионного фонда. В Рязанской области заработал электронный сервис. На сайте пенсионного фонда Российской Федерации размещен ресурс личный кабинет застрахованного лица, доступ к которому имеют все граждане, зарегистрированные на портале государственных услуг. Убивая те же самые реквизиты, что и на этом портале, можно зарегистрироваться в личном кабинете и воспользоваться многочисленными услугами, предоставляемыми в электронном виде. Заходим в личный кабинет и указываем вид пенсии и информацию об иждивенцах. Тут же можно определиться со способом доставки – на дом или через кредитную организацию. Для страхователей с 1 апреля введена новая форма отчетности в ПФР. Здесь важно отметить, что с учетом выходных и праздников, первую отчетность необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года. Отчетность должна заключать в себе в рамках утвержденных форм, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения. Такие данные, как паспортные данные гражданина, информация о фамилии, имени и отчества, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, а также индивидуальный номер налогоплательщика. За непредоставление информации в указанный срок, то есть до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, полагается штраф в размере 500 рублей. Также сотрудники пенсионного фонда напоминают, что срок обращения за единовременной выплатой из средств материнского капитала заканчивается 31 марта. Единовременная выплата предоставляется в сумме 20 тысяч рублей или меньше. Меньше в том случае, если у гражданина на счете осталась сумма меньше после распоряжения средств материнского капитала, частично или в полном объеме. Деньги предоставляются в виде единовременной выплаты в качестве временной антикризисной меры. Что же касается индексации пенсии в 2016 году, то главной особенностью является отказ от повышения пенсии тем пенсионерам, которые продолжают работать на официальной основе. Изначально работающие пенсионеры высказали бурю негодования по этому поводу, но очень быстро смирились, так как поняли, что прибавка к пенсиям в 2016 году незначительная, а терять приносящий хороший доход работу они не хотят. Индексация будет проведена в следующем месяце, после месяца, в котором пенсионер официально прекратит трудовую деятельность. В том случае, если пенсионер прекратил трудовую деятельность в последнем квартале 2015 года и первом квартале 2016 года, ему следует для произведения индексации, для реализации выплат в более высоком размере, прийти в пенсионный фонд и предоставить документы. Первая индексация состоялась в начале февраля, когда были повышены страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4%. Отныне средний размер данной пенсии неработающего пенсионера в России составляет 13 100 рублей. Ожидается, что в нынешнем году случится еще одно повышение, но его размер и сроки пока находятся в размытых границах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова